И к ситуации с блокадой, сегодня в некоторых городах Донецкой области прошли митинги против торговой блокады с оккупированной частью Донбасса. В то же время ее участники продолжают перекрывать железнодорожное сообщение Сардло. Подробнее о тех, кто за и кто против, расскажет наш корреспондент Руслан Смещук. Он с нами на связи в Донецкой области. Руслан, здравствуй. Что сегодня происходило на блокпостах и не только? Руслан Смещук. Блокадники, которые перекрыли дороги, делают плохо всем. Не только нам, и всей Украине. Потому что у нас только за февраль месяц попытки по предприятию 178 миллионов гривен. Это из-за недопоставок углей. В март месяц будет еще хуже, еще больше. Это одна, как говорится, проблема. Вторая проблема – это Зуевская ТЭС, с которой получают электронерию и город, и предприятия. Там запаса угля осталось, скажем так, немного. Поэтому, если она станет, то тогда уже будет финиш всему, крах. А уже через несколько часов подобная акция прошла в Краматорске. Там, на Центральной площади, собралось до тысячи горожан противников блокады. Пришли туда и их оппоненты. Также хочу добавить, что в этих акциях участие приняли и несколько нардепов от разных фракций и полицил. Говорили об опасности блокады для экономики Украины. Нардепы пообещали уже сегодня встретиться с участниками блокады и попытаться убедить их вернуться домой. Вот только почему парламентарии решили высказать свою позицию только сейчас, спустя полтора месяца после начала блокады, непонятно. Студия. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук. У сегодняшней ситуации вокруг торговой блокады.